10-12 декабря в Чувашии пройдет третий Кубок России по вольной борьбе среди женщин. Сегодня в республику приехали представители Всероссийской Федерации Спортивной Борьбы. Они обсудили с главой Чувашии подготовку к предстоящим соревнованиям. Представительницы женской спортивной борьбы Чувашии за последние годы добились значительных результатов. Пять спортсменок на прошедшем первенстве России завоевали серебряные и бронзовые медали. 18 вошли в сборную страны. Сегодня мне отрадно отметить, что из представительниц Чувашии сегодня в олимпийской нашей команде присутствуют 4 девушки. То есть это большой успех, учитывая, что команда не такая большая. Это Гольц, Краснова, Федорова и Чумякова. То есть 4 девушки сегодня являются, скажем так, кандидатами в составе сборной команды Российской Федерации на поездку в Рио-де-Жанейро в 2016 году на Олимпийские игры. Шансы у каждой девушки разные. Но, по крайней мере, то, что они достигли таких успехов, такого положения, конечно, это радует. Это говорит о том, что и в целом по республике дела обстоят, в общем-то, я бы сказал, хорошо. В Чувашии сильная школа спортивной борьбы. Поэтому не случайно здесь уже в третий раз будет проводиться Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской республики. В прошлом году в международном турнире приняли участие 130 сильнейших спортсменок из 22 регионов России и 5 зарубежных стран. По итогам соревнований 2014 года уроженки Чувашии Екатерина Краснова и Наталья Гольц стали победительницами в своих весовых категориях. В этом году турнир планируют привезти в Людовом дворце Чебоксары-арена. И сделать из него не только спортивное мероприятие, но и праздничное шоу. Уже в календаре значатся мероприятие, как Кубок главы Чувашской республики, Кубок России по вольной борьбе, который проводится на территории нашей республики. Это дорогой условий для нас, прежде всего. Это популяризация уже силового вида спорта, который позволяет нашим девушкам вырабатывать характер, мужество, силу к победе, преодоление тех трудностей, которые практически возникают в реальной нашей жизни. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность проведения на территории республики учебно-тренировочных сборов команд по спортивной борьбе. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика.